Итак, друзья, давайте я вам расскажу несколько слов про погоду здесь. Так как мы находимся уже южнее посада, здесь влияние на этот атолл имеют уже другие погодные явления. То есть тут же так проходят циклоны, антициклоны, зоны низкого давления, зоны высокого давления. То есть это уже не совсем то, где дует посад. Поэтому здесь бывает такое, что ветер дует с разных направлений. Когда мы заходим с северного входа на атолл Бакарава, мы сразу идем еще немножечко на северо-восток и становимся на самом верху атолла, возле маленькой деревушки. В большинстве своем ветер дует сверху, с запада, иногда с востока. То есть вот этих ветров полностью акватория защищена. Когда начинает дуть юг или юго-восток, вот тогда начинаются все проблемы. Потому что, напоминаю, атолл в длину 30 миль, в ширину 6 миль. Это достаточно большое расстояние, чтобы разогнать большую волну даже внутри атолла. Поэтому, когда здесь дует юг-юг-юг, юго-восток, крайне некомфортно. И большинство людей вообще уходит с северного якоринга на южный. Ну что, у нас утро, мы готовы, попили кофе. Сейчас запускаемся и идем на юг Факаравы. Другой спот, другое место. 30 миль идти по пути. Ну, нужно быть очень внимательным, потому что проход с севера на юг, он вроде как бы здесь окей, но там много кораллов, которые могут торчать, там быть на глубине несколько метров под водой. Не все они отмечены. Нужно быть просто внимательным в этих водах. Выматываем, чуть-чуть тяжело идет. Видно там какие-то кораллы или что-то такое. Сейчас тут Дина говорит, ей нужно дать чуть вперед управление. Едем. Едем чуть-чуть вперед. Ну все, идем дальше. Вообще ходить по атоллам Туамоту достаточно несложно. Факарава тому пример. Есть два канала, которые идут с севера на юг. Кстати, все треки я вам выложу, поэтому если кто-то здесь окажется, то вы сможете использовать мои треки для того, чтобы у вас не было сомнений, потому что информации достаточно мало. И совершенно не на 100% очевидно, как куда идти. Хотя два канала, как я уже говорил, отмечены. Есть латеральные буи, но очень много милей, которые не отмечены. И даже в середине канала мы несколько раз проходили Коралл Хэт. Поэтому нужно выставлять кого-то обязательно на нос, чтобы постоянно на протяжении всего периода времени смотрел, куда идет лодка и иногда корректировал курс. Потому что, несмотря на то, что на Виониксе все размечено, очень часто бывает такое, что кто-то рассказывает, что заехали лодкой в Коралл Хэт. Если скорость небольшая, ничего страшного, но никому от этого легче не будет. Потому что, скажем, если лодка с маленькой осадкой, такая, как, например, катамаран, вы можете пройти. А если у вас длинный кель, вы можете заехать в эту мель. Но их видно, поэтому лучше ходить, когда есть солнечная погода, а когда тучами все затянуто, лучше не ходить, потому что могут быть с этим связаны проблемы, которых лучше в будущем избежать. У нас тут есть момент, намечается непонятное место на нашей карте. Вот здесь вот такое пятно с глубиной 2,3 метра. Тут непонятно. Короче, надо будет просто визуально сюда подъехать, вот так вот проверить. Это все сервей синее. В общем, будем смотреть внимательно, что с этим всем делать, потому что стремно. А это из воды торчит отсутствующий латеральный буй красный. Он здесь должен быть, но его нет. Ну и под ним, естественно, мель. Как я вам уже раньше говорил, здесь два прохода. Левый – это тот, который идет вдоль всего атолла. Самый красивый. Ширина канала достаточно небольшая, но несколько лодок могут спокойно расходиться. На нашем пути мы встретили катамаран, который шел встречным курсом. И если мы шли на юг атолла, он шел как раз на север. То есть можно идти вообще по дорожке, которая идет вдоль атолла. Можно свернуть и пройти половину пути по середине. В зависимости от того, на какой юг вам нужен. Если ближе к южному выходу, там отличный дайвинг. И можно проводить время. Кстати, с дайвингом у нас не совсем сложилось, потому что там канал. И лучше брать людей, которые понимают, как там дайвить. А самостоятельный дайвинг у нас тоже был. Мы нашли великолепное место. Но это все забегая наперед, я вам в этом видео все расскажу. Так вот, ходить, как я вам уже говорил, достаточно несложно. Единственная сложность, когда вы бросаете якорь, там бывают коралловое дно. Понятно, что это запрещено. И якорь нужно бросать, стараться на песок. Но все равно цепь может заехать под какой-то коралл и будет потом очень тяжело вашу лодку оттуда снять с якоря, потому что якорная цепь может запутаться. В общем, собственно, с этими сложностями сталкиваются все. Нужно просто к этому быть морально готовым, что вам придется нырять и доставать якорь из подлодки. Давай, кидай! Скидывает. 13 метров. Дина скидывается. Назад будем. Давай еще вторую метку. Видно, зацепилась так только что. Не знаю, как вам показать. Вот мы сейчас разворачиваемся. Это просто уже на якоре натянули. Идем назад еще. Ну вот если посмотреть, вот мы сейчас назад газуем, и вы видите, что мы никуда не двигаемся. Все это, что мы стоим на якоре очень хорошо. Все, мы встали. Сейчас у нас 12 метров глубины. Мы вывалили где-то в районе 60 метров цепи. То есть мы встали, ну вот, прямо хорошо. Натянули, 2000 оборотов, никуда не двигаемся. Сейчас Дина ставит превентер. Я назад еще раз уже на превентере натягиваю листом. Ну что, Дина поставила превентер. Сейчас делаем такое вот действие. Едем назад на хороших оборотах. Сейчас говорит, все, отлично. С приплыздом. А для того, чтобы винт не крутился, потому что когда он стоит на нейтрале, он может крутиться, мы делаем вот так вот. Включили передачку. Все, винт не крутится, без оборотиков, без ничего. Ну, приехали. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот наша лодка стоит. КУЗИК И здесь вот такой вот абсолютно дикий берег. КОНЕЦ КОНЕЦ Какое здесь течение большое. КОНЕЦ 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 Дикая и недружелюбная, если ты не в Кроксах. КОНЕЦ Очень острые кораллы и их прямо много. И тот пляж, может, казался бы похожий на этот, но здесь намного все более колючее, непроходимое. Мы вышли на наружную сторону Атолла и решили, что внутри Атолла все значительно красивее и более красивые пейзажи и виды. И решили проводить больше времени внутри Атолла. Атолла 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 Какое паразитическое, спектакулярное видео у нас будет. Ты же лучше, как ты, даже двух, но три и желтые. Ты же лучше, как ты? Да, давай, давай. Музыка. 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 Вот год назад еще новый был эта лодка. А вот это еще одна тайф-база Именно про это место я больше всего читала Давайте я вам сейчас покажу внешнюю сторону Та сторона, которая подвергается постоянно ветру и волнам Потому что снаружи находится тихий океан Внутри все защищено лагуной Но снаружи очень небольшая растительность Тайт-пулы То есть, грубо говоря, практически безжизненная среда для обитания Только на наружном рифе живут кораллы И низкие кусты, в которых живут птицы Все больше, в принципе, ничего здесь нет Если у нас что-то пропадает из продуктов, оно у нас не пропадает Потому что мы всегда бросаем это за борт и смотрим, кто приплывет В этот раз к нам приплыли носороги в Ламинго Целая стая По-английски они называются Big Nose Unicorn Fish Вот такие рыбы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я устала Поздняшки уже всех организовала Итак, на юге Факаравы есть два спота Которые отмечены как отличные для снорклинга и для дайвинга Мы посетили их оба Один находится прямо на выходе или входе в лагуну То есть там очень сильное течение И, как выяснилось, не настолько он богатый То есть мы ожидали намного большего Конечно же, там есть акулы и скаты Но сам риф не такой богатый А богаче оказался риф, который прямо возле нашей лодки То есть в зоне нашего якоринга Там и рыб много И течения слабенькое практически нету И коралловые шапки кругом Там мы как раз наплавались в свое удовольствие Увидели очень много разных рыб В этот раз мы оделись потеплее Потому что прогулка обещала быть долгой И чтобы не замерзнуть Кстати говоря, мне говорил один, что 5-миллиметровый гидрик будет жарко Но я вам скажу, что если сидеть там больше часа Даже в теплой тропической воде Температура, которая градусов 27, наверное, была, да? Не знаю, не засекала Ну, в общем... Холодно! В общем, 5-миллиметровый гидрик был совсем не лишний И я вообще не жалел, что я в нем нахожусь Потому что было тепло Единственный минус Он плавучий И тебя все время вытаскивают наверх Поэтому нужно привязывать себе грузки Чтобы можно было хоть как-то нырять Потому что, в принципе, неопрен достаточно плотный И он реально мешает плавать Да, мне тоже пришлось свой зимний гидрик достать Ну, во-первых, там, конечно же, очень много рыб-попугаев Всех окрасок и разновидностей Но они объедают рифы То есть, кстати говоря, эти рыбы-попугаи суперполезные И когда их здесь продают на базарах или где-то в магазинах Это очень плохо для экосистемы То есть, попугаев вообще есть, убивать ни в коем случае нельзя Ну да, это моветон такой В Таиланде тоже на рыбных рынках постоянно их продают Но не покупайте, в общем, их вредно есть Особенно это вот Доминикана Там они их вообще едят И это еще не очень полезно Потому что, когда попугаи объедают рифы У них очень много накапливается токсин И это вообще не полезно для организма Поэтому, мало того, что это не очень хорошо для экологии То, что едят попугаев Так еще и не полезно для организма Этого небольшого по размеру, но очень красивого малыша Он называется в целом, это по-английски сеслак А по-русски это брюхоногий моллюск Их, говорят, большое разнообразие Но это первый, которого мы встретили Он очень красивый Очень красивый Он всего где-то сантиметра четыре То есть его так прям не разглядеть и сильно издалека Нужно подплыть поближе Но Сережа научился их снимать Такие всякие штуки То есть он просто устанавливает камеру и отплывает И это животное спокойно себе в своем режиме двигается Но это вообще что-то уникальное и удивительное Потому что в природе такое встретить Это вообще непонятно что Это и не моллюски Гугл подсказывает, что их 360 видов И встречаются они в основном в тропических и субтропических водах И питаются губками То есть объедают эти губки Очень красивые, все яркие Все вот таких каких-то необычных расцветок И форм, в общем, это первый, которого мы встретили Надеюсь, будут больше в коллекции Итак, здесь у нас, тоже я заметила Камбала На дне, это называется Peacock Flounder Камбала, она такого песочного маскировочного цвета Но под определенным углом солнца Она может, у нее пятнышки, они переливаются таким красивым Как ты ее заметила, она же реально как песок Как песок, но она двигалась чуть-чуть Когда она двигается сразу И у нее есть симметрия определенная То есть у нее, ее рисунок, он симметричный Тут я пытаюсь ее расшевелить, чтобы она пошевелилась И ты ее заметил Вот таким резким движением она удирает Очень интересно, что в таких рифах много дыр, много щелей И в каждой этой щели обязательно кто-нибудь прячется И мы, конечно, не охотники в данной ситуации Но мы фотоохотники Нырнуть и посмотреть на групперов, которые 100% сидят под рифами Это за милое дело Потому что групперы, ну вообще-то хищники, они съедобные Но на рифах лучше групперов не есть Потому что, ну, отравиться можно, скажем так Ну, эти красивые, огромные, такие у всех разная расцветка Чуть-чуть, хотя они одного вида Но они бывают пятнистые, бывают черные, разные Это же морской окунь Да А другие тропические рыбы, которых здесь огромное количество Просто как в аквариуме Да, Сережа так научился ставить камеру И рыбы тогда не боятся Он просто оставляет камеру на пару минут И они там занимаются своей жизнедеятельностью И не боятся, иногда даже активно интересуются Тыкаются в нее И это самые классные кадры получаются Потому что рыбы от тебя не удирают Цветные рыбы, они же в основном на кораллах живут Они так, если там какое-то песчаное одно То, скорее всего, их не встретить Ну, это зависит, я так понимаю, не только от их питания То есть, каждая рыба питается определенным видом чего-то Какие-то морскими ежами, которые живут в определенных местах Как правило, в коралловых рифах Какие-то питаются, собственно, кораллами Иногда такой прямо звук, как они их обгрызают Слышно под водой Ну, некоторые типа хани-комп-группера, например Они еще и защищают свою территорию Хотя, может быть, конечно, он просто такой любопытный Есть у меня сомнения в этом поводу Я думаю, что он выходит, чтобы, как те черные рыбы, навалять тебе Он попутать, да Он такой, типа, что пришел, что надо Ну, этот прикольный Он такой выходит, и он даже не отплывает Он тебя не боится То есть, он уверен в своих силах Нет, он не тебя не боится Это он камеру не боится Возможно, если бы ты пришел в него тыкать чем-то Вот и акула Это Black Tip Shark Который как раз безопасный вид акул И они такие Занимаются своими делами В принципе, ее даже сложно До тебя дела нет Да, ее даже сложно догнать Я тут попыталась, она сразу драпает Мне друзья рассказали, что были на дайвинге Вот здесь, на южном проходе И была стая этих Black Tip Заплыла большой Hammerhead Акула схватила одну такую и уплыл То есть, они для них какие-то На каждую акулу найдется акула Hammerhead'ы могут быть опасными Но они в пятерку самых опасных акул мира входят На секундочку Hammerhead'ы Ну, здесь я ни разу не читала, не слышала, чтобы... Так, теперь у нас есть Мы его называем рыбокоробочка Потому что он квадратный Да, это такой прикольный вид рыб Тоже водится и в Атлантическом, и в Тихом, и в Индийском Абсолютно везде На фугу похож Ну, похож, но он очень милашка Он такой мультяшный Они иногда вокруг лодки плавают Тоже любят есть, кстати, почему-то огурцы Она ночная, она одиночная Она встречаются только они парами Когда время делать детей Но мы их часто встречаем Они обычно прячутся вот как раз где-то так, как это, под камушком Или под лодкой В Марине очень много В Марине постоянно, каждый день Да, они там с пирса чего-то объедают Здесь много разных видов скатов Вот это один из них мы встретили Это Spotted Eagle Ray Такие скаты, кстати, и в Атлантическом океане водятся Мы их много встречали в Панаме Причем прямо даже и в Марине И на Сан-Блассе В общем, это распространенный вид рыб В общем, вот такой у нас дайвинг получился Место великолепное, очень понравилось Да, нам понравилось Хорошее, достойное Ну что, едем на другую точку На юг Вот у нас карта Вот у нас Дина Якорь был поднят Не без приключений Потому что чуть-чуть подзастряло за кораллами Ну, мы справились Сейчас идем уже на южную точку Там, где кайтинг Сейчас посмотрим, что там Говорят, там чуть-чуть получше будет Переход с одного южного якоринга на другой Совершенно несложный Вам нужно поставить кого-то на нос лодки Кто будет просто смотреть Чтобы не было никаких милей у вас на пути И, в принципе, здесь все достаточно просто Кстати, трек также будет в описании Берите, пользуйтесь Те, кто хочет прийти на фокораву Можете пользоваться треком без проблем Anchor down Якоринг супер простой Песчаное дно Очень хороший держак Никаких сложностей Никаких проблем с якорингом здесь нет Выбираете место, которое вам больше нравится И ставите лодку на якорь И все Вы уже находитесь здесь Наслаждайтесь отдыхом на юге Атолла Мы на берег же поедем? Поедем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это что-то среднее Между морской звездой и морским ежом Класс! Никогда такого не было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как у тебя тут дела? Ну тут каврический рай Тут небольшая разновидность Но тут каури много Ну что, тебе нравится? Да, я на том месте, где мы первый раз стояли Все время думала, где они столько берут этих каури У меня обычно там за один улов Я провожу три часа И нахожу там их две, три А тут Сколько мне там? Минут десять я собираю Ну да Сейчас покажу одну прикольную каури А вот на эти посмотри Вот эти Вообще необычные Я их только в книжках видела Ну вот теперь ты их и вживую увидела Да, но они даже здесь редкие Вот я сейчас пока две такие нашла Прикольно Рыбы, да, да Их тут целая стая Мелкая газует Слышно 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вы знаете, друзья, почему мы приехали в это великолепное место? Я вам покажу. Вы знаете, что у нас Дина кайт-инструктор? На пенсии. Я заспойлерил немножко. Так что мы будем делать, скажи, пожалуйста. Я надеюсь, мы здесь покатаемся. Ваню получим. Вы видите, какая великолепная коса. Вот здесь мы планируем ездить. Так вот, Дина тут готовит все свои пасочки великолепные. Она знает. Кстати говоря, про кайтинг мы сделаем отдельный выпуск. Здесь мы вам просто покажем, что мы здесь катаемся. А Дина в отдельном выпуске расскажет, как пользоваться, чем кайты отличаются. В общем, те, кто кайтит, это будет супер неинтересно. А те, кто не кайтит, будет супер интересно. Так вот, подписываемся на канал, чтобы не пропустить этот выпуск. Ну, поехали, что стоим? Что стоим? Давай, Олеся, ищи плавники. Мы давно не пользовались нашим оборудованием. Оно все везде разлыкано. Вот мы достали часть. Еще у нас есть два кайта, которые свежак. Мы их купили в банане. И доски, и доски. Ну, до этой тебе еще дорасти надо спокойно. Все. Человек-отвертка справился. Давай, плавнички. Плавнички вот лежат. Ты их по диагонали прикручу, будешь потом ездить криво. Ты говоришь, что у меня не получается, как обычно. Сережа, забери меня, я уехала в океан. Как обычно. Как обычно. Мне нужна новая доска. Все, хватит тебя. Одного плавника? Одного плавника. Все, этот готов. Тоже. Счастлива-то великолепие. Да, плавнички есть. Чуть панамы тут как-то. Нет, показалось. А у тебя на доске ручки нет. Как же я переживу это. Ручка-то для лохов. Если честно. То есть у меня ручка. Вы видите, что она делает. Вы не делаете сами. Ну вот. Теперь нам нужно найти насос и подходящие насадки для каждого кайта. Потому что у нас два кайта одной фирмы и один кайт другой фирмы. И у них разный будет вал. Нужно с этим разобраться. И еще найти одно металлическое колечко для вани, для трапеции, чтобы страховочный лично не уцеплялся. Экзекурирует. Куда сдали мне капюшки? Сюда. Полоска. Аккуратно тут как будто бы сейчас мелко будет. А, как будто бы, да. Слушай, что если на этих кайта так вообще не катались ни разу? Ну, я думаю, что это небольшая разница. Ну, вот и узнаем. Ну, что, Дина, ты довольна? Пока еще не знаю. Нет у меня ответа на этот вопрос. Это твой. Рохо Пелегросо? Друзья, я вас познакомлю с Ваней. Он сегодня с нами будет гонять на кайте. Ну, что, Диночка, давай рассказывай, что ты тут планируешь делать с таким ужасным ветром. Я планирую все-таки Ване показывать первое его упражнение на большом кайте, потому что ветер. И вот у нас настал день кайтинга. Мы очень давно не катались с Сережей, несколько лет, как-то так совпало, но тут сошлись все звезды, и мы наконец-то собрали все свое оборудование, достали из далеких-далеких глубин нашей лодки. И поскольку с нами наш гость Ваня, то у нас кроме покатушек будет еще немножко обучения. Я в прошлой жизни была кайтсерф-инструктором. Давно позабытый навык, но надеюсь, мы справимся. Этот спот, куда мы приехали, чем хорош, здесь как раз песчаная коса, вокруг мелко, что отличные условия для кайтинга. И, в принципе, хоть и будет дуть офшор, в нашем случае в лагуну, но у нас есть спасательный тузик, чтобы все прошло безопасно. В легкой версии кайт запускается с берега, то есть нужен песчаный кусок пляжа, это как раз у нас здесь такой, но можно запускать и с лодки. Тут важно, чтобы стропы были правильно смотаны, не перепутаны, потому что на пляже это всегда можно проверить и подредактировать, а когда с лодки, это уже сложнее. Вообще кайтинг офигенный вид спорта, он может быть экстремальный, может быть лайтовый, все зависит от вас, от ваших пожеланий. Он подходит большинству людей, тут не требуется какая-то особая физическая подготовка, но важно учиться у профессионалов, чтобы это было безопасно. Как раз техники безопасности, безопасным запуску, посадки кайта мы сегодня и будем с Ваней заниматься этим. То есть первый день для Вани это будет просто управление кайтом в воде. Ну, а дальше будут наши покатушки с Сережей, прыжки, разворотики, в общем, будем вспоминать, как это все происходит. Тут такое дело, что это как с велосипедом, в принципе, тело помнит, но нужно немножко освежить навык. У нас разные размеры кайта с нами, для слабого ветра большой кайт, для сильного ветра шестерка, ну и тут еще зависит, конечно, от веса человека. То есть мои кайты это восьмерка и шестерка, Сережины кайты это двенадцатый и восьмерка. Ну, может быть, иногда, когда совсем сильно задуло, так Сережа поедет и на шестерки. В этой лагуне есть нюансы, есть коралл хеды, то есть это такие кораллы, которые вот практически вылазят из воды. Ну, где-то они глубиной сантиметров тридцать, их нужно очень аккуратно объезжать. И тут важно, как с велосипедом, опять же, видишь коралл и не въехать в него. Посмотрим, как у нас будет получаться. Вот мы уже катаемся с Сережей. Сережа вспоминает вообще по итогу, как стартовать и как разворачиваться. У меня с этим попроще. Я так давно не катался, когда встал на доску, понял, что я уже вообще все позабывал. И как стартовать, и как ехать, и вообще все-все-все-все. Ну, буквально полчаса, и все навыки восстанавливаются. Конечно, не как у Дины, когда у нее стоит вопрос попрыгать, у меня хотя бы просто поехать и не делать каких-то базовых ошибок. Но, тем не менее, удовольствие, конечно, это очень большое, и я вам это крайне рекомендую. Я вспоминаю, как прыгать. Немножко страшновато, поскольку мелко. Чтобы хорошо прыгнуть, нужно сначала хорошо зарезаться, то есть прям сильно упереться в доску. И немножко поехать upwind, потом дернуть за планку и полететь. Вот тут у меня вопросики, потому что я когда вырезаюсь, я смотрю на эти коралл-хеды, мне страшно на них приземлиться. И получается так себе. Ну, будем тренироваться. Опять же, тут вопрос, что такие лагуны, конечно, с одной стороны, они классные для начинающих, потому что там есть места, где можно стоять и просто управлять кайтом. Но, когда ты уже начинаешь кататься и отъезжаешь немножко дальше, нужно уже быть уверенным. Потому что, чтобы не споткнуться об этот коралл и не расцарапаться. Как некоторые у нас умудрились за сегодня это сделать. После кайтинга хорошо выйти на бережок, прогуляться, потому что за день все-таки устаешь достаточно сильно. И вот так вот побродить по пляжу и посмотреть на красивейший закат, это как раз то, что нужно после вот такого вот кайт-дня, великолепное ощущение. Кстати говоря, в этом же споте находятся несколько кайт-школ и очень большое комьюнити людей, которые катаются. То есть, можно выйти на пляж и постоять, поболтать с ребятами, поспрашивать, кто на чем ездит, как, что. Какие-то посмотреть фишки, кто как прыгает. В общем, очень хорошая комьюнити и очень интересно, можно вечером встать поболтать, а можно просто поснимать на дрон, как люди прыгают, как люди катаются. В общем, это такой спот, на котором собираются любители активного вида отдыха на воде. Так, ну что, собираемся потихонечку и сегодня мы будем переезжать обратно на север. Пойдем мы немного по другому пути, то есть, если мы шли вдоль Атолла, то сейчас, наверное, пойдем по большому маршруту, хотя бы смотрим по настроению. Кстати говоря, ветер у нас на порывах бывает и около 30, и по прогнозу сегодня будет такой. Надеюсь, мы будем идти все-таки в таунвинд, поэтому плюс-минус должно быть неплохо. Мы будем идти, сейчас не очень хорошая видимость, увидите, небо затянуто. Мы будем идти ровно по нашему треку, так, поглядывая вперед. Вот мы открыли уже передний парус. Открыли его на третьем рифе, потому что ветер 20, а на порывах 30, может быть, даже чуть больше, поэтому нам не надо. Мы идем со скоростью больше 5, при такой скорости мы дойдем за 7 часов. Еще засветло, поэтому нас все это устраивает. В общем, сейчас двигаемся на южный вход, и после него уже повернем направо и пойдем на север. Вот там вдалеке полосочка, это то место, откуда мы вышли. А здесь вот эти великолепные островочки. Зеленый латеральный буй, который мы сейчас обходим по портсайду. И там вдалеке уже стоят лодки, и там мы будем поворачивать на 90 градусов. Это вот такой яхтинг внутри Атова, в который должна быть абсолютно плоская вода, а тут как в море. Мы сейчас вышли из центрального канала и пытаемся перебраться на правый. Здесь справа всякие там Pearl Farm, Dish Farm. Вот у нас тут такой трек, вот у меня нужно зайти вот сюда. У нас сейчас дует под тридцатку, и ветер сполз. Мы шли, у нас он был в 160 в начале, а сейчас в 70. То есть очень всполз в морду, и очень неудобно рулить, конечно. Вот мы уже почти приехали. Мы на 15 метрах бросили якорь, где-то около 70 метров цепи. Я думаю, что достаточно будет. Так, ну все, мы уже стоим на севере Факаравы. И сегодня у нас планы еще немножечко подскупиться, потому что завтра мы будем переходить на другой атолл, на Рангеро, который находится в 120 милях на север. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!